приветствую вас мои дорогие любимые люди всегда на канале меня зовут дарья волок и я рада приветствовать всех еще кого не знаю так последнее время у нас уже выходит смотрите мужчина опять пришел пришел рыцарь пентакли значит у нас кто-то к нам там едет кому-то кто-то едет что-то хочет сказать но вообще-то я сейчас делаю серию как я уже говорила продолжение общения с космической парой постоянно приходит пока что мужчина и опять он здесь что-то нам сообщает это что та же самая пара тот же самый мужчина или что-то другое как-то странные энергии далеко ладно начнем доставать двойка пентакли может другое какое-то послание умеренность девятка пентакли да мужчина передает женщине типа ты молодец ты поймала равновесие эту двойка пентакли и умеренность такое равновесие в материи продолжай делать то что ты делаешь ты нашла ключ и теперь ты поистине обретаешь свою внутреннюю девятку пентакли да и мир для тебя открыт твой внутренний мир соединяется с внешним миром в такой волне здесь даже не мужчина как бы говорит а просто женщине говорится вообще что она молодец здесь конкретное послание все-таки это нет ни пара не вещание а послание вам да это я сделаю на своем канале прошлом потому что новый канальчик я еще не объявил он снимаю для него определенную тему а сегодня причем это дает возможность мужчине двигаться в материи женщина открыла какой-то ключ который балансирует ее очень грамотно что это за ключ расскажите нам может быть кто-то его еще не открыл но воспользуются им повешенной закрытая карта как история жрица определенное заточение какой-то истории да я так понимаю любовной на самом деле тут мужчина потому что двигается на ценность женщины ее подвесили закрыли до причем закрыли вот во всех ее страхах каких-то прошлых потерях неудач все что было тяжело причем не только ее намного больше там родовые еще какие-то могли быть сценарий которых она даже не догадывалась ну как бы живешь нормально у меня нет такую проблему потом раз раз и она где-то глубинно выходит до более глубокие слои в повешенном жрица была и что же жрица нашла в этот момент когда ее подвесили не давали выйти ситуации но вот связаны с мужчиной до восприятие этой связи там и так далее вот связь самой себя там десятка мечей женщина там просто можно так сказать ну охренела мягко выражаясь в десятки мечей это первое что было десятками чей что еще десятка пентакли и луна боже подвесили во всех сценариях на самом деле болевых вот реально говорю по родовой по карме вот все что хранилось где-то в ее ядре даже такое ощущение что пожрится вот на эти ядро больше чем ее личное опять же кармическое родовое соединение вообще с искажениями мужского и женского проработка мощнейшей как бы семьи внутри себя но семья это основа пара мужско-женское ядро коммуникация внутренняя все болевые сценарии из бессознательного да просто поднимались в этом повешенном ее закрыли просто и она с ними там что-то делала она двигалась там постоянно работала над этими сценариями да и один за одним преодолевала так как даже тут тройка кубка как праздник то есть она двигалась пара принц уже злов как на активно двигалась творчески как-то там искала методы подходы женщина не унывала было больно как бы страшно и всякое разное но вот ее вывел ключ вот этот основной термо движение изучение какое-то и она изучала внутри себя и всего что ей показывали да все эти сценарии которые доставал вот этот энергообмен вот это как энергообмен какое как мы взаимодействуем внутренние мужчина и женщина да и все эти сценарии где там боль где там тебя отвергли родню какой там отвергли бросили забросили кто-то умер кто-то еще что-то но понимаете да вот любая там тяжба у каждого своя могла выходить история и личная семейная которые здесь проживали вообще какие-то полезли которые в жизни не знал как я помню в одной из проработок я работала темы денег семья на тогда замужем еще было и обнаруживаю такую точку внутри своего поля знаете там исследуешь что типа какая-то как женская часть у меня и причем очень сильно фанит я вот здесь живу вообще не врубаюсь дал это такого нету даже в сознании таких идей там как бы как женщина кричат такие и давай ему деньги не давай забираю него деньги он их пропьет понимаете вот когда вот у мужчины сразу забирали вот чтобы он от дома ну это вот у деда моего могло так быть у про бабок там могло быть но у меня-то с моим мужем не был он не пил так у меня вот эта установка в поле звучит и по факту мое бессознательное на этом ужасе страхи по причине там того что они могут пропить и не донести у меня такой проблемы нет а дело еще могу заметить что этом стоит установка которая блокирует моему мужу деньги потому что лучше бы они к нему не попали потому что он сопьется понимаете вот так как я говорю о том что могут быть такие вот как бы глубины которых вы даже можете не заметить а здесь такая ситуация что и женщины выходила это все вот присоединение при связи до выходила что-то такое за грани уже но в принципе женщина уже чем-то владела пожириться была готова к такому тоже просто так не подводят обычно все-таки люди готовы если они даже не успели приготовиться их начнут ускоренно готовить потому что они начнут рыскать что-то там искать какие-то приемы использовать не знаю современный психологический эзотерический как-то их мир поведет пожириться вот здесь колоссальный объем болевых сценариев мужско-женских семейных родовых женщина доставала и при и она их приводила в равновесие вот здесь о том же она привела уже в равновесие она молодец вот начало нам показывает что она молодец тут даже не ключ потом рассказывает но история но ключ это все-таки что она не сдавалась не сдавалась по принцу жезла двойка жезлов постоянно вот этот выбор и внутренняя борьба до сценарий так закручивались знаете когда вот ты не можешь понять правда или нет ложь или нет их очень многому и они такие как сказать это против друг друга знаете разные сценарии сценарии даже никто что против друг друга они как бы многослойные понимаете кажется достал один свой все классно а а там еще 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 очень многослойные уровни всех сценариев было глубоко-глубоко заводили это вы знаете по себе могу сказать тоже начинаешь типа ну с этой жизни до какой-то берешь вот у меня и в жизни вот такая ситуация она повторяется тебя затащила в рот конечном итоге вообще еще глубже если пошел там оказалось у тебя уже карма да как бы твои какие-то приколы еще глубже оказалось что карм то не просто от кончищу магическое там вообще еще интересней а в принципе база одна и та же вот такое что-то многослойное доставалось причем постоянно но вот не поймешь где правда где нет знаете вот это исследование такая ситуация знаете в психике палка двух концах да что солнце солнце да это закрывала вот внутренний огонь солнца творчество женщины ну не то чтобы закрывала да но такое ощущение что она до этого была как-то более проявлена там по-своему шла что-то делала а это закрыла ее солнце для того чтобы все солнце в общем-то направилась на работу по этой теме понимаете здесь идет как вот из внешнего мира вышла ну может не совсем но для себя она понимала что она уже так не творит во внешнем мире она только что-то ищет и исследует и разбирается с чем-то когда тяжело было да ты в принципе кризис и переживаешь хотя на выходе это конечно всегда даст наоборот какое-то новое видение и новое видение своей жизни но какое-то время весь социал был закрыт до закрыт в определенной какой-то стабильности в которой она работала над собой дьявол да просто сценарии все на основе созависимости где мы цепляемся за другого где мы перекладываем ответственность в разных ситуациях да зацепиться за другого это значит переложить ответственность даже если кажется что ну это же нормально испытывать что я вот к человеку чувство его полюбила и мне естественно хочется взаимности ну как бы да нормально на определенном уровне но если он ее не испытывает или может быть испытывает но как-то там не может выразить да мало ли еще куча всего не нормально наверно цепляться за этого человека пытаться его удалось сюда ко мне там да все говорят таки да нет нет я отпускаю если глубже копнуть я вам говорю девочки никакой магии не надо просто вы знаете просто никакой магии не надо каких-то там примочек еще каких-то ритуалов и так далее это автоматически если глубже пойдете вы увидите какого автоматом у вас идет контроль собственности и вот эти вот все процессы если искренне не смотреть нужно их видеть и вот там идет тоже колоссальная работа по освобождению себя во первых потому что если мы делаем это с другим человеком то мы это делаем с собой и это у себя где-то находим она как будто о другом тебе показывают как кривое зеркало а у себя тоже самое то же самое но может быть как по другим углом поэтому так хитро все устроено что ты вот напрямую даже заметить не может да нет я так не делаю с людьми я вообще так не делаю с людьми не делаешь собой делаешь там по факту потом из людьми это просто нужно вот это бывает прям реально сложно увидеть вы правда ой восемь кругов ада называется догоняли гоняли по кругам прям да это кармические такие круги здесь очень много о том что много очень более во всех этих сценариях было под потерянная женская часть можно так сказать кармическая родовая так далее да в структуре психики самой женщины это вот пентакливая даже принцесса почему принцесс это когда детская вот это вот незащищенность девочки вообще понятно она потом переросла в незащищенной женщины даже если там она защищала своих детей кормила но она внутри маленькая незащищенная девочка который может там не не знаю испытывать вот именно даже страх голод еще что-то такое прям такие страхи понимаете как дети прошедшие войну например вот что из этой серии идет ну вот как они относятся к материалке то есть жизнь неблагополучная вот это еще в роду мы понимаем да какую историю наша страна проживала да и травматы по поводу благополучия не то что нужно копить на черный день или еще там что-то сделать делать а не то что там свести праздник платье шоу пинг ну понимаете что нет да хотя сейчас где-то уже можно позволить но сколько вот этой вот глубины и невозможности вообще даже себя чувствует женщиной материи потерянность тела не чувствование своего тела какие-то можно а каких-то можно говорить энергии причем на данный момент женщина могла уже быть более менее относительно своих предков конечно так всегда бывает большинстве своем но в то же время чтобы прям вообще какую-то красоту и себя достать прям на новый уровень перейти ее погружали в эти сценарии общее боль колоссальная по потере мужчин вообще просто колоссальная то есть очень сильная сценарная линия родовая опять же кармическая выходила по поводу потери тут могли быть и потери близких и любимых когда вот убиваешься не знаю на могиле на какой-нибудь просто там предательство потеря через предательство уходили бросали с детьми например ну что угодно могли быть такие сценарии где ну как-то вот ты потерял реально родную душу и плачешь всей душой а могли быть и те и другие и такие где вас бросили идет какое-то вот такое ну прям не обязательно вас я говорю что сценарий такие поднимались я прям тут вижу этот объем закрыли и просто чистка пошла прямо по крови потому что вы и есть это кровь туз пентакли до разрушения королева кубков по справедливости так интересно здесь мне вот идет туз пентакли и разрушения но знаете это вот разрушение стабильности вообще восприятие опять же материи здесь очень много об этом но и о чувствах тоже королева кубков но почему-то именно по материи разрушение всех сценарий материальных но они как будто большом объеме были искажены исковерканы правда все отношения к себе к телу к материи в деньгам вообще вот все страхи там же очень много страхов просто очень много и еще колоссальная работа проводилась по очищению сердца просто по королеве кубков а королева кубков тоже слабо может проявляться правда после вот таких сценарий на сценариев накопленных когда голод колод не знаю страх недоверие недоверие вот так мужу как я вам рассказал там бабушка к они деньги лишь бы у него забрать лежит да и лежит лишь бы не пропил я к детям потащила такое кита сценарий разные еще даже такие которые считались он нормальный мужик в принципе да правильно нормальные правда ну хоть не бьет там но немножко подбухивать что-то меня главное успеть деньги у него забрать и представляете это вот все время такое напряжение по материи там нет такого что вот я говорю как вот прокормить выжить 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 вот понимаете очень сильный сценарий выживания прям в крови и вот это все тоже рушилась и женщине надо было это разрушить и правда это не то чтобы рушилась внутренние и но поднималась чтобы она это разрушила причем через сердце как-то через любовь исцелила и свою королеву кубков тоже достала да как можно там не знаю какой-то любви говорить когда там дело о выживании до программы выживания но вот такой прям к любви к себе да никак особо король кубков зачем-то я съела эти штучки не знаю когда записываю видос проживала убрала все эти штуки а ты раз раз на автомате давай тут грызть орехи молодец конечно как в таиланде знаете вспомнила там они постоянно едят вообще просто у нас так не принято например если ты кассир в кассе или там продавец в магазине они нормально такие подходишь они там лапшу и тут же билеты тебе продают смотришь не отрываются от кассы а эти когда прикольно когда вечер наступает до вот этих не улицы красных фонарей тайские и вот гаражи открываются и оттуда значит на таких стульчиках сидят все девчонки на только начало там может и мальчишки химик разные другие виды и вот они сидят и лапшой с детьми и с лапшой потом как-то там убирают короче таиланд вспомнился были ладно возвращаемся кушать и больше не буду до возвращаемся дело в том что это все курировалась высшими силами и силы в этой реально справедливой борьбе семерка жезлов это когда я знаю за что я сражаюсь даже где-то интуитивно почему я говорю слово сражение но потому что когда ты возвращаешься например в сценарий как я вам сказала и это вообще вроде как к тебе не относится но ты своем поле обнаруживаешь раненых женщин прошлого ты за них здесь сейчас как герой сражаешься ты возвращаешься к ним в ихнюю боль в травму и разруливаешь эту ситуацию слава боже слава тебе боже есть технологии сейчас потрясающие разные которые помогают туда вернуться и убрать это из поле и пространство своего а ты как представители рода кармы всего и ты это убираешь и это да это битва это сражение когда перед твоим лицом я не знаю возникает вот это что-то да или какая-то женщина который ты никогда не видел такой ты даже никогда не испытывал такую ненависть к мужчинам покажу нормально я к ним отношусь в общем то даже а там такое вылезет до которая просто там ненавидит весь мир мужчин там женщин и так далее и это конечно же сражение своего рода но по справедливости честно и решительно огонь на это давали вот чем дело все равно я разберусь больно страшно я иду дальше женщина здесь шла понимаете она двигалась и поставила даже вот внутренне все равно вот в ней было кстати здесь даже идет такое почему вот это этот человек вот каждый из вас я знаю кто попадал в такие ситуации неизбежно может двинуться только если он обратился к душе вот это вот кубковая часть мужчина и женщина типа я помню глубине души что-то истинная любовь пускай это истинная любовь между мужчиной и женщиной закрыта вот вот всем что я говорила и вы можете еще больше там представить и у каждого своя история да и разные опять же уровне вот она всем этим закрыта это любовь это искренность это какая-то чистота это взаимность о которой 7 мечтают душа мечтает и плачет а внутри тысячи голосов боль несущих понимаете и это настоящее сражение на самом деле по справедливости но женщина пришла даже вот не идет вы в этот рот даже вот в эту в эту жизнь да она пришла с красивейший глубиной и в нее внутри была встроена вот эта вот божественность о паре это память она в ней была и поэтому она смогла пройти здесь о том что женщина прошла начало нашего вот она она уже в девятки пентакли понимаете представляете вот какие вот такие сценарии которые только писал но сейчас женщина она все она поймала дзен она поймала гармонию на в девятки пентакли она целый мир богатство и благополучие и вот чувств понимаете не боится чувствовать мир чувствует этот мир уже радуется ему созерцает его своей душой и ценности себя и мира чувствует захотелось сюда в прекрасный поток перенести вот такое проходила женщина если вы себя узнали то это вас а какое же еще послание для тех кто уже такой молодец у нас вот вся эта борьба которая описала да она не напрасно что каждая вот исцеленная вот эта судьба эта история ситуация привязка все все каждая деталька исцеленная да она как вот семерка пентакли она уже дает свои плоды если еще не дала ну вот-вот она уже все посажено посажены прекрасные семена в пространстве и и мира внутреннего до ее поле и пространство они уже прорастают может быть вы сейчас не видите каких-то еще до конца результатов или они такие небольшие знаете у кого то там ну проклюнулась что-то но вы даже еще не знаете местами знаете тут чем-то чудом отдает что вы исцеление заложили да вот это исцеленное зерно чего-то но для вас самой будет чудо когда вы увидите что же из этого исцеленного сценария прорастет новое а вот она со ну как вот соберется все 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 сценарии исцеленные и начнут творить новый мир вот женщина сейчас преддверии этого да кто-то уже видит эти результаты или вот он прям чувствует эту перспективу как знаки знаете как начало чего-то мне вот идет что-то больше что-то меньше но впереди такое ощущение что очень много она еще не видит как все эти исцеляющие моменты соединяться и сотворят вообще удивительными она будет смотреть и говорим господи я конечно знала что будет как бы хорошо я знала я верила там я делал я видела в каждом моменте мне мир говорил молодец это исцеленная молодец вот это исцеленная видишь уже не работает там у тебя до или там уже реже ты это отслеживаешь но ты даже не представляешь как будто мир говорит какой красивый мир это перерастет и все это ты и все это твоя победа колесо фортуны ты молодец ты развернула судьбу ты развернула судьбу рода а то мне дальше идет еще и народа и кармы своей развернула колесо фортуны от девятки мечей бесконечные боли которые вот вот они программы они надуманные страхи ужасы творящие реальность когда по факту уже например опять же повторяюсь не нужно голодать но внутри встроен например голод или вдруг что-то произойдет и мне не хватит я не выживу да вы представляете и все это обнулило до произошло обнуление этих сценариев просто возрождение выход из из закрытия этих сценариев смотрите куда лишь говорил по пентакли вы чесли красивейшую просто ценнейшую в истинную королеву пентакли все тут реально очень круто энергия идет что я говорю все у кого-то прям уже все кто-то кто еще идет может знаете как взять вот это все что я рассказывала до как это сказать как вдохновение типа да вот так вот так вот идешь и придешь придешь я вам говорю и вы идите тоже и верьте и продолжайте исследовать а здесь у меня колода четверка жезлов до к объединению мужского и женского к паре свадебная карта такая к семье начала до ячейки общества это мужчина и женщина которые ну там вместе начинают строить свой начинают строить свой дом свою жизнь свой быт очень гармоничный праздничный радостный звезда до когда женщина это прошла она действительно воссияла смотрите здесь звезда и здесь звездная такая колода у королевы пентакли вот звезда сияет прям сверху на голове и она реально вывела судьбу своего рода здесь идет вот правда свою конечно же но тут вот реально своего рода вывела на новый уровень абсолютной другой жизни другой жизни и она здесь звезда для своего рода она просто вот как благословенное дитя молитва всего рода направлена на нее и это не просто молитва когда в роду вот все эти женщины исцелялись ей там мужчины все эти сценарии исцелялись понимаете что это квантовый мир в тонком плане нет времени она как фантом на была застрявшая во времени оттуда вот фонила сюда до бесконечности куда угодно но как бы формирует вот из прошлого формирует вот этот луч луч вот он пошел вот какой он есть проекция да на нем вот этой боли вот стоит картинка и там женщина убивается например да вот все боль застряла с ней ушли на не переработана не отпущена там предкам двигается вот так двигается все эти сценарии такими потоками если потомок в этой точке реальности туда как возвращается в квантовом психологическом пространстве опять же говорю нету ты конечно не можешь пойти туда там изменить до родиться там но ты внутрь возвращаешься покаяние называется перепросмотр туда там меняешь и здесь уже все луч пошел другой а луч куда идет в того кто здесь сейчас срединки живет и он формирует его жизнь ну и жизнь его потомков и значит тех предков которые тоже родятся родовая до чистая и это женщина звезда для своего рода и я прям чувствую эту великую благодарность идет из поля вот этого прошлого и целёная радость женщин мужчин какой-то праздник за ее спиной и понимаете прошлое она может вот так тут нагружать опять да и вот повторяю вот эти вот вещи чтобы еще было больше понятно и идти под такой вот болью камнями или вдруг у тебя за плечами счастливые люди а если ты зашел и стилю сценария еще раз повторяю они там счастливы и там все время идет вибрация оттуда счастливой женщины ведь ты когда трансформируешь там она счастливая становится оттуда страх уходит и ты можешь даже видеть как они там живут как какая-то новая ветка вероятности как бы в этом прошлом воссоздалась до какой-то такой фантомный мир на самом деле но он настоящий абсолютно настоящий просто не срединки проявлен срединки проявлены вы как носитель и а то и тогда такая сила открывается потому что ведь у каждого в роду были какие-то способности таланты лучшие моменты я не знаю силы они куда потом направляются потомка который это сделал и ну и дальше и человек который прошел такую работу он может себе такое потом открывать просто понимаете силу рода вот тройка жезлов абсолютно новый путь новое движение через все потери прям просто что у нас король жезлов королева мечей еще а здесь говорят о том что еще продолжается как бы работа очень крутая тема по пентакли вы части как я вам сказала сделано да по нахождению внутренней пары вот этой вот здесь еще идет как его сказать работа по что-то же злами связано но как бы сексуальной энергии еще продолжается трансформация тоже причем конфликт еще присутствует внутри мужчина и женщина сейчас скажу как бы сталкивается король жезлов сталкивается с мечевой королевой разочарование но нужно найти компромисс здесь кстати подсказка над какой программы работать если вот эти программы проработаны очень хорошо то здесь остается вот и влюбленные какие-то элементы связаны с сексуальностью восприятие внутри женщины ну страх вступить не в те отношения страх вступить треугольники например да вот у меня возникнет страсть там любовь я значит пойду в это во все и буду как-то использованы вот из этой серии что такое идет и принципе женщина здесь отрабатывает свои границы по этому поводу но это еще как бы нерешенный вопрос здесь много еще вот этой вот как бы печали по ну в общем по какому-то вот сексуальному моменту по страсти вот прям чё что вообще да что например мужчина проявлялся только по страсти например страсть классно все а вот кубковой части не было просто он меня просто хотел как говорят женщины он одну хотел другую хотел еще что-то какие могли такие истории быть обида на то что мужчина гуляет даже вот такой идет еще придает вот предательство имеется ввиду ну то что считается у нас там в мире верность именно в этом плане шестерка жезла ну знаете тут или кто-то уже вообще близок вот эти сценарии тоже прорабатывает причем так интересно что и вот императрица выпала победа императрицы она вот не за горами правда или уже почти случилось в конечном итоге потому что по мечевой королеве женщина как бы поняла как строить свои границы она прям настолько все сценарии убрала где она как сказать вам боится вот этого предательства например еще чего-то она как-то перестала бояться она как-то вот понимаете вот из тех частей она тоже взяла почувствовал эту ценность и королева мечей стала понимать как в осознание пришло да 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 вот так в осознание пришло я знаю кто я что и что я хочу на перестала кстати бояться измен еще чего-то ну как бы типа а вдруг он мне там правда идет кого-то с изменами связано а вдруг он я с ним пойду а он с другой там закрутит будет мне там то 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 изменять или еще чего-нибудь как будто недоверие в этом плане а сейчас такое ощущение идет или вот близко да ну к этому надо пониманием прийти вот она здесь что что ну пускай случится и тогда с этим разберусь она такое ощущение везде нашла эту ценность понимаете в королеве мечей уже нету вот этой паранойи когда чересчур королева мечей она лишний раз такая я у него телефон проверил больная какая-то да уже такая позиция то есть неважно она проверяет или не проверяет она там в голове думает а вдруг а тогда а у него было там у каждого там свои какие-то истории то есть в голове вот это вот недоверие а это ведь плохо отражается ведь когда идет недоверие той в принципе вот это вот жезловая энергия это все в кровать переносится даже если женщина остается с этим мужчиной например она ему не доверяет но какие сценарии могут быть они могут быть типа я пытаюсь ему доказать что я лучше других там тоже постели не знаю ли еще где-то или муж еще какими-то вещами там его задобрить у каждого там свои будут приколы вылазить или еще что-то или я пытаюсь кто-то там пойдет женщин этих вылавливать например есть у него там любовницы или нет вот в этой паранойи находиться здесь такое ощущение что уже произошел выбор какой-то внутренней гармонии и женщина в императрицу если встала то она понимает что ей ничего не страшно и даже такое ощущение что к ней уже так не подойдешь но не подойдешь к ней так сделаешь ну и до свидания будет значит и все если она решила так и обсудила это да ну не знаю как то там для себя решила что это с ней недопустимо все то она уже не будет там что-то лишь бы было и так далее вот то вот делать блин и в голове даже гонять не будет понимаете ну вообще переход на новое да причем открывается совершенно новое знание какое-то а по шестерке кубков и это так радует она словно превращается превращается в ребенка хотя казалось бы она действительно стала императрицей так много осознала ну такая серьезная взрослая уже жрица тут все да а внутри такая радость детская что жизнь ее только начинается почему-то вот так да и десятка копков ее ждет понимаете и я прям здесь такую веру чувствую из души просто знаете как по-другому быть не может и вот это вот ощущение оно само по себе укрепляется поэтому я ничего не страшно да невозможно чтобы мне было были такие отношения просто если даже из вне раньше какие-то сценарии прилетали типа а вдруг будет это вдруг будет тот и если то то ты должна как бы просчитать на всякий случай то все там она такого я не хочу чтобы моей голове это все было и тоже это прорабатывала а сейчас прям такая клевая энергия идет типа у меня десятка кубков и даже если ее прям сейчас нету то есть она не в паре это все не реализовалась внутри я прям чувствую эпицентр что все что она не мусолит эти страхи получается да они просто как бы невозможны эти сценарии и даже ей не страшно например пойти в какие-то отношения но она уже быстро засветится правильно все себя очень быстро показывает когда ты находишься внутри себя ты ничего не боишься когда ты боишься ты закроешь от чего-то глаза ты долго будешь не видеть понимаете а так ты все видишь очень спокойно и открыто таких мужчин каких-то там знаете со всякими разными там приколами например ну вот подобного плана то что мы описывали вот этот страх измен и так далее там треугольников вот он ко мне подойдет а вдруг у него там что-то вдруг не вдруг узнаешь как бы да а вот этот вот страх что я там залипну что меня опять куда-то затащит ну кто вас затащит никто вас не затащит вот для этой женщины уже ну как кто меня куда затащит я ответственность за свою жизнь беру я тут такое прошла крым-рым блин за всей своей родовой все а причем я вам знаете как скажу вот здесь же сила это чувствуется как я говорила назад до рода вы представляете что через вас уже смотрят исцеленные личности на самом деле с духовного плана с квантового мира идут исцеленные женщины я сама проживала такое что когда ты исцеляешь огромный блок но у тебя еще в жизни здесь что-то случается ты здесь как единица ты столько программ родовых исцелил столько женщин этих исцелила там тебя что-то падение случается а внутри тебя рот просыпается стоит а девочка даша мы тебя защитим и ты прям эту энергию чувствуешь и раз у тебя глаза открываются и сила появляется и ты видишь и ты прям вау внутри внутри тебя сотни людей понимаете уже ты цепочки эти выстраивал на сценарий который вот от начала времен исцелял и тогда вот это в сила от начала времен она с тобой она видит чувствует она ничего в твоей жизни не допустит то что не соответствует императрице истинной божественной женщине ну вот сегодня вот такой у нас расклад я прощаюсь с вами мои божественные женщины каждая внутри такая просто у нас бывает вот непростой путь очищения нашей истории и я всем желаю его пройти не бояться идти мир высшие силы все нам всегда помогает все пространство всегда работает на нас люблю вас мои дорогие любимые люди пока